«Алиса в стороне чудес» Льюиса Кэрролла – это любимая классика, которая покорила несколько поколений читателей своим фантастическим и причудливым миром. Однако под поверхностью этой, казалось бы, невинной сказки скрывается темная сторона, которую в значительной степени упускали из виду. В этом подкасте мы углубимся в мрачные темы и мотивы «Алиса в стороне чудес» и рассмотрим, как они способствуют сложности и глубине истории. Во-первых, использование Кэрролом «Безумие» в «Алисе в стороне чудес» очевидно с самого начала истории. Погружение Алисы в «Безумие» является центральной темой книги, поскольку она становится все более дезориентированной и сбитой с толку по мере путешествия по стороне чудес. Использование Кэрролом «Безумие» в «Алисе в стороне чудес» позволяет ему исследовать такие темы, как идентичность, здравомыслие и человеческая психика. Во-вторых, использование Кэрролом «Насилие и жестокости» в «Алисе в стороне чудес» также очевидно. История наполнена сценами насилия и жестокости, начиная с печального известного указа королевы червей о том, что всем лицам, признанным виновными в любом преступлении против королевы, должны быть отрублены головы и заканчивая вспышками ярости «Безумного шляпника». Использование Кэрролом «Насилие и жестокости» в произведении позволяет ему исследовать такие темы, как власть, контроль и темная сторона человеческой натуры. В-третьих, в «Алисе в стороне чудес» замечается использование Кэрролом эротизма. История наполнена сексуальными образами и аллюзиями, от соблазнительной улыбки чеширского кота до наводящих на размышления замечаний «Безумного шляпника». Использование Кэрролом подобных приемов в сказке позволяет ему исследовать такие темы, как желание, искушение и человеческое тело. Это также говорит и о том, что «Алиса в стороне чудес» – это далеко не детская сказка. В-четвертых, упоминание Кэрролом смерти в «Алисе в стороне чудес» также очевидно. История наполнена сценами смерти, от зловещего предупреждения белого кролика о том, что время истекает, до фигуры, похожей на мрачного звнеца, известной как Грифон. Использование Кэрролом литературных приемов описания смерти в произведении позволяет ему исследовать такие темы, как время, смертность и восприятие человеком того, что его жизнь не бесконечна и коротка. В заключении отметим, что «Алиса в стороне чудес» Льюиса Кэрролла – это сложное и многогранное произведение, в котором исследуется целый ряд мрачных тем и мотивов, скрывающихся за его причудливой внешностью. От безумия и невменяемости к насилию и жестокости, от сексуальности и эротизма к смерти и смертельному исходу, использование Кэрролом этих литературных приемов придает глубину и сложность его истории, превращая ее не просто в простую сказку, но и в заставляющее задуматься исследование состояния человека. Субтитры создавал DimaTorzok